здравствуйте дорогие радиослушатели все кто смотрит нас на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша и и ведущий эдуард брумер и геннадий брумер а сегодня мы беседуем социологом российским социологом политологом директором российской негосударственной исследовательской организации левада центр денис волков денис александрович добрый вечер добрый вечер денис александрович спасибо что вы согласились с нами побеседовать в это для вас позднее время социология очень интересная наука и я думаю что у нас будут интересные ответы и для наших радиослушателей это будет точнее вопросы прошу прощения и мы как бы распишем что ж такое социология денис александрович а во первых действительно что такое социология и насколько социология важна в жизни любого государства ну социология до наука об обществе мы в ливан центре изучаем общество с помощью опросов фокус-групп регулярных замерах для того чтобы смотреть как меняют мнение представления российского общества о себе самом так как какие группы в каких группах преобладают какие настроения то есть это вот нам позволяет нарисовать портрет российского общества понять как она там меняется или в чем-то наоборот не меняется то есть вот наша основная задача но помимо нас есть и другие организации да вот наша задача именно регулярные замеры и не только для себя но для всех кому это интересно поэтому мы опубликуем это на своем сайте стараемся выступать с пояснениями о том вот что показывают цифры на стараемся вести вот такую просветительскую работу видимо в этом какой-то смысл для того чтобы просто и внутри россии мы лучше себя понимали и снаружи да кто заинтересован в россии мог тоже лучше понимать те процессы которые у нас происходят то есть это один из инструментов понимания того что происходит в россии происходит в российском обществе да 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 продолжайте пожалуйста пожалуйста а денис александрович вот вы сказали слова портрет россии а какой какой сегодня портрет россии какое сегодня состояние российского общества прежде чем вы ответите я сразу скажу для наших радиослушателей что левада центр социологическое агентство самое как мне кажется авторитетная в этом смысле агентство то есть я думаю ищет много раз читал что вашему именно левада центр доверяет большинство россиян и людей которые заказывают такие социологические опросы и в продолжении какой портрет сегодня россии и какое сегодня общество российское ну я должен сказать что на самом деле конечно большинство россиян не интересуется опросами общественного мнения мы видим что может быть не более четверти респондентов как-то следят хотя бы иногда за тем что публикуют социологи для большинства конечно это не очень интересно что касается того собственно какой россиянин да ну то это можно посмотреть по разным по параметрам в целом конечно наверное на настроение на представление российского человека мы говорим именно о массовом российском человеке влияет то что он не очень богатый не сказать что очень бедный но не очень богатый и этим как бы определяются его представления проблемах да если мы посмотрим какие проблемы беспокоит прежде всего российского человека это инфляция инфляция не только в последнее время когда цены растут не только в россии но и по всему миру мы видим это в сводках новостей но вот мы проводим свои опросы сначала девяностых год начала в рамках сломок потом с 2003 года в рамках левада центра как независимой негосударственной организации вот за все эти более чем 30 лет проведения опросов мы видим что проблемы экономические высоких цен низких зарплат они держатся на первом месте вот несмотря ни на какие пертурбации которые в стране происходит да если мы будем сравнивать уровень жизни достаток то в начале двухтысячных годов произошел такой резкий скачок резкое улучшение уровня жизни удовлетворенности жизни но все равно мы видим что основная масса живет ниже среднего я так сказал то есть основная большей части большей части людей хватает но вот на самый необходимый может быть чуть больше где-то порядка двадцати процентов может быть чуть чуть поменьше ну считать себя бедными людьми то есть вот вот это мне кажется основная характеристика которая вот задает представление о жизни представление о политике да если мы говорим о политике то что в центре внимания в центре внимания рядового человека государства что государство с одной стороны многие говорят что государство не эффективно что государство не исполняет свои обязательства но все равно при этом основной большая часть россиян что государство должно быть больше еще больше потому что именно она воспринимается как основной инструмент повышения уровня жизни помощи людям которым нужна эта помощь а поэтому вот мы видим что больше государства больше регулирования но опять же почему еще вот я говорил о некоторой такой условной бедности бедности в том числе бедности представлений о том а как может быть по-другому да мы долго жили при советском союзе с рынком вот познакомились что-то освоили но все равно вот когда мы спрашиваем людей ну что можно сделать кто это должен делать все равно основная масса людей говорит что делать может только государство а сделать она может что регулировать цены повышать зарплаты и здесь что интересно да это так говорят не только не только вот те кто например негативно оценивает рыночные реформы или там 90-е годы мы проводили фокус-группы и несколько раз я сам слышал от респондентов с одной стороны люди говорят что если что-то было хорошее а вот в реформах 90 то что появились продукты и через запятую те же самые люди говорят что что нужно делать сегодня регулировать цены но ведь продукты появились именно потому что цены отпустили как только их отпустили они появились но вот этого представления нету до сих пор и представление о том как работает экономика как работает рынок они в принципе ну лишь у у немногих сегодня присутствует поэтому вот я говорил в основном и наверное буду сегодня говорить в основном о массовом человеке но при этом все-таки оговорюсь что но есть разные группы а есть разные группы есть более образованные городские самостоятельные так скажем более молодые люди которые в меньшей степени зависит от государства которые смогли встать на ноги которые сами там определяют свою жизнь но опять же даже у среднего класса значительная часть среднего класса и даже там люди связывают свою своем благосостояние надежды с государством но если те кто эмансипировался и они думают немножечко по-другому и в последнее время мы видим что в своих опросах своих опросах вот где-то наверное последние три года мы видим что начинает меняться представление самых молодых они все более отличаются в том числе политические их представления политические взгляды все больше отличаются от старших поколений и даже можно наверное говорить о некотором таком нарастании противоречий раскола какого-то который наверное всегда существует но мне кажется последние последние там пару лет он обострился а вот мы видели это на протестах в которых много молодых принимал участие с другой стороны которые эти протесты а многие представители старших поколений осуждали и одобряли такой жесткий жесткую реакцию власти на эти протесты то есть вот какие-то конфликты мы конечно тоже видим можем о них поговорить сегодня и денис Александр да окей я тогда задам вопрос мы продолжим то что левада центр организация левада центр является негосударственной и независимой организацией как-то влияет на доверие к опросам левада центр я имею виду российского общества потому что если че в циом ну скорее если мы говорим о доверии то это скорее может быть у экспертных у экспертного сообщества у в том числе у иностранного экспертного сообщества потому что в россии вы знаете наверное левад центр признал российское государство иностранным агентом, поскольку проведение опросов и публикация данных опросов в СМИ считается в России политической деятельностью. Опять, если мы говорим о массовом человеке, о рядовом гражданине, то практически для каждого социолог, любой социолог, даже не социолог, а тот, кто приходит к человеку с анкетой, с опросом, он воспринимается большинством как представитель государства. Опять же, я говорил, что вот такая государствоцентричность российского человека, многие считают, что кто может интересоваться мнением простого человека? Конечно, только государства. Кому еще может прийти это в голову? И мы это видим не только по отношению, например, к опросам организациям, а, например, к благотворительным организациям. В России последние годы просто расцвел благотворительный сектор. Он собирает уже не просто миллионы, а счет на миллиарды рублей, которые собирают как пожертвования от обычных граждан. Но опять же, в представлении массового человека, массового россиянина, очень часто благотворительный фонд — это подразделение государства. Потому что кто еще может собирать, кто еще может помогать, кроме как государства? Вот этого представления, что может быть кто-то еще, и может быть кто-то независимый, да, и иметь свою какую-то независимую повестку, независимое от государства. Это только вот мы начинаем осваивать как общество, что это можно, что можно так делать, что кто-то может, кроме государства, повлиять на то, что происходит, попытаться изменить то, что происходит. Ну, в общем, то есть мы вот как социологи, опросные организации. Вот мы тоже с этим сталкиваемся. Мы все воспринимаемся очень часто как представители государства, даже если мы им не являемся. И, например, даже это не только, например, в опросах, когда мы с анкетой приходим, а в том числе и на фокус-группах, когда мы проводим фокус-группы. Заказчики могут быть разные. Коммерческие организации, университеты, политические партии, международные организации. Ну, целый большой спектр, кроме каких-то государственных институтов. Но участники этих фокус-групп очень часто воспринимают нас опять же как представителями такой власти. Ну, отчасти. Ну, не совсем представителями власти, но то, что мы обязательно наверх куда-то эти результаты передадим, чтобы это как-то хоть чуть-чуть улучшило жизнь простого человека. Чтобы это как-то, ну, обеспечило обратную связь, которую часто люди не чувствуют. Обратную связь между обычным человеком и чиновником. Денис Александрович, хотел, социология вообще, это цифры, да? Недавно, совершенно недавно прошли выборы в Государственную Думу России. И конкретный вам вопрос, самый прямой. Каково сегодня отношение к президенту Путину, если можно, в цифрах, и к единой России? Так, чтобы это было видно в цифрах, естественно, так как мы беседуем с социологом. Да, хорошо, конечно. Но я бы только уточнил, что социология это скорее вопросы, которые мы ставим, даже не которые мы задаем людям, а те вопросы, которые мы ставим, вот те проблемы, которые мы ставим. Что касается цифр, что касается цифр. Да, мы регулярно измеряем. Если говорим про президента, то есть несколько показателей различных, которые позволяют измерить отношение к президенту Путину. Наиболее такой регулярный, который мы используем, это одобрение деятельности президента. И на сегодняшний день это одобрение на уровне 65%. Соответственно, две трети одобряют, треть не одобряют. Этот показатель меняется. Он сильно, как, собственно, и другие показатели. Я сейчас о них скажу чуть дальше, но динамика у всех показателей приблизительно одинакова. С 2018 года мы видим такое вот с одной стороны падение, падение одобрения. Но опять же, вот в тех цифрах, которые я сказал, да, треть сегодня не одобряют, две трети одобряют. Почему, с чем связаны были эти процессы падения? С одной стороны, это пенсионная реформа 2018 года, которую многие восприняли в России как такое предательство, что вот государство предало людей, прежде всего, предпенсионного возраста, которые уже рассчитывали на то, что они выйдут на пенсию. Первое. Второе – это длительное отсутствие экономического роста и падения доходов. Вот уже на протяжении экономиста нам говорят порядка больше, чем шесть лет это происходит. И ослабевание крымского вот этого консенсуса, когда после приседения Крыма многие, которые восприняли как символ такого возвращения, возрождения величия страны как великой державы, вот этот эффект начал выветриваться. То есть и мы видим, что снижалась поддержка президента, многих государственных институтов, единой России. Ну, что касается цифр, то единая Россия. Ну, во-первых, прошли выборы, да, мы видели их результаты. По партийным спискам партия получила порядка 50%. Но в наших опросах мы видим, мы можем поговорить о характере мобилизации, как вот, кто голосовал, какие группы, прежде всего пришли и обеспечили эту поддержку. В обществе в целом, в обществе в целом, а мы, я должен почерпать, не все ходят на выборы. Эта поддержка, если мы будем говорить от россиян в целом, то сегодня она где-то на уровне, наверное, ну, 25, может быть, процентов. А в 15-16 годах, тоже опять эффект крымский, о котором я говорил, она была под 50%. Вот опять мы видим такое плавное сползание, опять прежде всего такое вот увеличение темпов такого недовольства, это после 18-го года, после пенсионной реформы. Вот цифры, цифры такие и процессы, процессы примерно такие. Александр Александрович, можно ли сказать или предсказать, куда движется российское общество? Я имею в виду по своим взглядам. Больше в сторону консерватизма, либеральные идеи, допустим, насколько коммунистические идеи до сих пор в стране, значит, сильны? Насколько национализм вырос или упал? Есть ли такие данные? Это очень интересный вопрос, он и очень сложный, но я попробую на него ответить, потому что вот по под своим предпочтениям, как я уже говорил, многие надеются на государство, на помощь государства, на перераспределение государства от государства. И отчасти, да, ну это такая скорее не рыночная, да, и социалистические скорее идеи, но при этом считают себя сторонниками левых идей, вот могут себя так идентифицировать. Только четверть, только четверть населения, при этом на государство, рассчитывают на государственную поддержку и видят в государстве главного перераспределителя, главного, не знаю, главный действующий механизм больше половины. И сегодня это, вот когда мы говорим именно о таких, как конкретных вещах, и сегодня это достигает максимума, больше 60%. Опять, почему? На фоне падения уровня жизни, пусть медленного такого, но который происходит, отсутствие экономического роста и как бы надежды, желание этого экономического роста, который в представлении людей, ну, наверное, только государство может обеспечить. То есть по натуре скорее левые, но левыми себя не готовы считать, ну потому что, отчасти, я думаю, потому что, ну, все-таки, да, хотя, опять же, мы видим с одной стороны рост такой ностальгии по Советскому Союзу, но, опять же, не столько по Советскому Союзу, сколько по идее Советского Союза, по идее такого государства всеобщего, ну, если не всеобщего благоденствия, но справедливого государства. Потому что сегодня Советский Союз для большинства и скорее такой символ успешного перераспределения, но при этом, при этом, когда мы спрашиваем о негативных сторонах, негативные стороны тоже люди помнят. И они просто, может быть, не в первую очередь о них говорят. Поэтому, я думаю, в том числе не все себя готовы считать левыми, потому что Советский Союз, ну, распался, да, мы ушли от этого. И при этом мы видим, что еще видим? Противоположное несколько представление. С одной стороны, большинство против, негативно настроен к крупному бизнесу, считает их всех олигархами, что это все нечестно и так далее. И при этом все, и в том числе сторонники коммунистов, те, кто всегда поддерживали в последнее время коммунистов, коммунистическую партию, то есть те, кто действительно может ядром считаться вот таких коммунистических левых убеждений. Вот среди них, даже в этой среде, высока поддержка частного предпринимательства, такого мелкого предпринимательства. В этом плане очень характерна фигура Грудинина, который вот шел на прошлых президентских выборах, как кандидат коммунистической партии, которого сейчас не допустили к выборам в Государственную Думу. В представлении многих он вот как раз сочетал в себе и сочетает в себе лучшее от двух систем, как люди говорят на фокус-группах. Он, с одной стороны, представитель такого социально ответственного бизнеса, у него там совхозин, который уже не его совхоз на самом деле, то есть там и детские сады, и жилье, то есть вот так, как в представлении людей должен действовать стально ответственный бизнес. И с другой стороны, он именно такой крепкий хозяйственник, что людям тоже нравится. То есть вот такое сочетание интересное разных идей, то есть здесь и перераспределение, с одной стороны, и с другой стороны частная собственность, но мелкая частная собственность. Вот это уже прижилось. Крупная пока не очень. Денис Александрович, мы сейчас уйдем на рекламу, оставайтесь с нами, и мы продолжим этот очень интересный разговор. Мы возвращаемся в программу «Политинформания» радиостанции «Народная волна Чикаго». Ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Мы продолжаем беседу с российским социологом, политологом, а директором российской негосударственной исследовательской организации «Левада-центр» Денисом Волковым. Денис Александрович, вы с нами? Да, да. Да, Денис Александрович, сразу хотел бы задать вопрос. Недавно обсуждалась постановка памятника, возвращение памятника Держинскому на Лубянскую площадь. И в связи с этим вопрос отношения россиян к Сталину. Именно к Сталину, как к политическому деятелю, историческому деятелю. Можно, я думаю, и Держинского тоже спросить. Все-таки вопрос стоит такой. Не к самой, вопрос в том, не к самой системе, а именно к этим личностям. Какое? Если можно тоже в цифрах, это все-таки очень интересно. Так, ну да, действительно, мы проводили опросы и о том, и о другом. Если говорить о Держинском, ну это, по-моему, то ли в этом году, то ли уже в прошлом, я сейчас даже не вспомню, опять обсуждался вопрос о возвращении памятника на Лубянскую площадь. Ну, вроде бы, как бы, мэрия опять этот вопрос сняла. И мы задали вопрос, спросили москвичей, как они к этому относятся. Если не изменяет память, около половины поддержали. И около четверти, может быть, третьи выступили против. То есть, тут что важно? Здесь важно посмотреть мотивацию тех людей, которые за и которые против. Которые против, они однозначно называли Держинского палачом, автором и исполнителем тех репрессий, которые уже начинались при нем. То есть, такой и автор репрессивной советской системы в каком-то смысле. Вот для них было это, важно именно это. Мы видели, что это те люди, у которых потом, ну, как бы, после Держинского в репрессиях, в сталинских репрессиях уже погибли родственники, которые об этом помнят, которые сохранили эту память. Те, которые за, то там сложная мотивация. С одной стороны, мы видели, ну, как бы, только часть тех, кто выступал за возвращение памятника, они мотивировали это именно тем, что вот с их точки зрения фигура Держинского положительная в истории. Навел порядок, боролся с преступностью, был таким эффективным борцом, в том числе с коррупцией. То есть, в каком-то смысле даже перенос проблем сегодняшнего дня на советское время. Но значительное число тех, кто выступал за возвращение памятника, они мотивировали это даже не тем, кто такой Держинский. А тем, что с их точки зрения нужно сохранять историю, историю надо беречь, ее нельзя переписывать, то есть раз стоял, поставьте обратно. Да, кто-то поставил, вот давайте вернем и вообще давайте как-то вот сохранять, изучать, лелеять и так далее. То есть, без, ну, надо сказать, что без глубокого понимания и фактов, и характера российской советской истории. То есть, вот здесь, и это очень большая группа. Очень большая группа тех, кто в том числе и к Сталину, и к фигуре Сталина относится. Даже, ну, сейчас я о нем скажу, то есть мы спрашивали и о Сталине, и о Сталин-центре, потому что вот в России в этом году перед выборами обсуждалась идея строительства Сталин-центра, так называемого, под Нижним Новгородом. То есть, вот коммунисты, опять же, прежде всего эту тему будировали, но не знаю, чем закончилось, по-моему, пока ничем. Ну, и мы задали вопрос, как вы относитесь. И опять примерно то же самое соотношение. Большая часть за и где-то четверть, вот четверть до трети против. И опять же, многие из тех, кто застроить такого центра, они даже не хотят обсуждать фигуру Сталина. Не хотят обсуждать историю, что там с ней было связано, а просто говорят, что давайте любить историю, давайте ее сохранять и так далее, и так далее. И кто вот прежде всего такие аргументы приводит? Прежде всего молодые люди, которые по другим вопросам мы видим, что многие из самых молодых как-то пропустили, не услышали в школе про сталинские репрессии. Там до больше трети, до половины по некоторым вопросам незнание доходит по этому периоду. То есть достаточно сложное отношение к Сталину. К Сталину мы видим, что с одной стороны, конечно, в последние годы нарастала такая низовая реабилитация этой фигуры. Связанная с чем? Связанная с тем, что Сталин, как и Дзержинский, выступает для многих символом такой сильной государственной власти. При этом, вот Сталин — это железная рука, железный кулак, но с некоторым исключением важно. То есть это железная рука не для всех, а только для тех, кто наверху. И вот люди говорят, что нужно и сегодня навести порядок и бороться с коррупцией, с олигархами и так далее, и так далее, как боролся Сталин. А когда мы спрашиваем, а как же, ну вот массовые репрессии, нет, массовых репрессий не надо. И вообще мы что еще видим, что реабилитация фигуры Сталина, а сегодня положительно к нему относятся больше 60%, и в числе всех там выдающихся людей, людей всех времен и народов в открытом списке, точнее в открытом вопросе, когда мы список не даем, люди сами называют, он первые места занимает. И в вопросах, если вы помните, где-то 10 лет назад был такой конкурс «Имя России», и там тоже он закончился скандалом, потому что Сталин вышел на первое место, но его потом там немножечко опустили, как-то задвинули, но с чем это связано? Связано с искажением представления о советской истории. То есть мы видим, что все больше и больше людей считают, что репрессии не были массовыми, они были только в отношении верхушки, да, Сталин боролся только с ними. Второе – это такой вот культ победы, и сегодня, только сегодня была новость, да, Моргенштерн что-то там покритиковал, и на него уже Следственный комитет то ли дело завел, то ли, в общем, разбирательство какое-то. То есть критиковать нельзя этот период, можно только праздновать, только говорить о хорошем. И нельзя развенчивать мифы на государственном уровне. То есть, да, много написано в последнее время, и критики, и очень качественные работы про изучение того периода, но это удел историков. Опять же, для массового человека, о котором мы сегодня говорим, это остается неизвестным. Ошибки Сталина, какие-то преступления, это уходит на второй план. И еще почему, опять же, о том, о чем мы с вами говорили, о падении уровня жизни, неудовлетворенность сегодняшним днем. И поскольку мы неудовлетворены сегодняшним днем, мы ищем какую-то фигуру или идеал в прошлом. И Сталин такой вот, в общем, для многих удобная фигура, которая, в общем, наводила порядок. Да, вот мы забыли и забываем, и на второй план убираем все плохое, все преступления, ошибки. А на первый план вот такие, я бы сказал, мифологизированные представления, что был порядок, и порядок был только в отношении верхушки, а никак не рядового гражданина. То есть вот комплекс таких проблем, процессов, которые в российском обществе сегодня происходят, они приводят к тому, что большая часть считает Сталина прежде всего великим человеком, а уже потом тем, кто там и ошибался, и преступления совершал. Об этом не забывают полностью. Но это отходит на второй план сегодня. Денис Александрович, на ваш взгляд, насколько российская пропаганда, а она довольно эффективна, влияет на опросы по отношению к власти в России, именно, допустим, к Путину, к его окружению и так далее? Ну, вы знаете, здесь даже нужно говорить не столько о пропаганде, сколько о всем медиаландшафте, как он сложился. Ведь сегодня по-прежнему телевидение остается основным источником информации. И по сути дела, весь чего начинал Путин, и даже, я бы сказал, до Путина еще начинали, в том числе некоторые российские либералы, и помогали это в отъеме, что называется, основных каналов информации, прежде всего телевизионных каналов, у большого бизнеса, у так называемых олянхов. У них было свое основание быть ими недовольными. Но вот тот процесс, который начался еще до Путина, он своего логического завершения при Путине достиг, и государство долгое время в России снова, как в советское время, в 2000-е годы, в 2010-е годы обладало монополией на средства массовой информации. Прежде всего потому, что была монополия на телевизионную картинку. Сейчас эта монополия чуть-чуть начинает рушиться, именно в последние несколько лет. Мы видим, что интернет начал проникать и развиваться намного раньше, уже почти 20 лет. Мы видим, как больше и больше людей приходят в интернет, но только с массовым проникновением таких платформ, как YouTube, как Instagram, которые обеспечили место для независимых каналов, независимых журналистов. Из блогеров одним из первых, кто начал критиковать власть, был Навальный. Из таких профессиональных журналистов, который пришел в YouTube, это был Дудь, но уже их больше. Там уже и редакция пивоваров, и еще не Познер. То есть уже пространство не такое монолитное, но все равно даже сегодня телевидение остается основным источником информации для 60%, если вы хотите цифр. Интернет, социальные сети YouTube – 30%. И это разные люди. Старшее поколение – это по-прежнему телевизор. А старшее поколение – оно для власти более важно, чем молодое. Потому что, если мы посмотрим на участие в политике, а прежде всего основное участие в политике в России – это участие в выборах, то люди старшего поколения, те, кому больше 55 лет, они голосуют в среднем в три раза чаще, чем тем, кому 25-30 лет. То есть вот мы видим, что старшего поколения – их побольше, чем молодых. Их побольше. Сейчас вот не готов привести точные цифры, но их численно больше пока что. Они более дисциплинированы, то есть в три раза чаще голосуют. То есть и они зависят от телевидения по-прежнему. Если молодые уже прежде всего в YouTube, Instagram, Telegram, то старшее поколение – в телевизоре. Поэтому вот контроль за телевидением по-прежнему важен для сохранения контроля за политическим пространством. То есть да, вот пропаганда, пропаганда уже на телевидении. Но она уже тоже сегодня не только на телевидении, а тоже проникает и в YouTube. Они осваивают новые технологии в том числе, но пока что не очень успешно. Но вот важно именно для сохранения политического влияния, политического контроля – это борьба за умы старшего поколения. И здесь российская власть по-прежнему очень эффективна. Денис Александрович, после 2014 года явно прослеживается уровень рост антиамериканизма, мы с вами разговариваем из славного города Чикаго, и антизападничество. На каком уровне сегодня вот этот антиамериканизм и антизападничество вообще внутри общества российского? Ну, пика такой антиамериканизм и антизападничество достигала как раз в конце 2014-2015 году, может быть, в начале 2016-го. Потом это начало ослабевать. Почему пик? Потому что вот на пике противостояния подтянулись и молодые группы в том числе. Если обычно молодые группы позитивно относятся к Западу, особенно городская молодежь, она сегодня в подавляющем большинстве позитивно относится к Западу, то старшее поколение традиционно относится плохо, с большим подозрением. Наверное, тут и советская история, опыт советской истории играет роль. Но вот молодые, если говорить о цифрах опять, то сегодня преобладает негативное, но немного преобладает. Сегодня где-то 47-50% относятся негативно и где-то 40% относятся позитивно. На пике противостояния 81% относилось плохо к Соединенным Штатам Америки, и только 12% хорошо. Но сейчас это уже позади. Сегодня такой вот, ну, почти что половина на половину. она иногда вот последние месяцы даже сравнивается. То есть старшее поколение как относилось плохо, так и относится плохо. Молодые все-таки скорее, я бы не назвал их прозападными, но это люди знакомой западной культуры. Для них Запад это, ну, часть глобального мира. И для молодых все-таки возможность поехать, ну, не столько в Америку, потому что Америка все-таки довольно далеко, а прежде всего в Европу она поближе. Но Запад все равно и Америка, и Европа представляются как благополучная, развитая часть мира. Это представление никуда не ушло. Ни у старших поколений, ни у молодых. Молодые видят возможность поехать, поучиться, познакомиться с культурой поближе, поработать. Они это, это не надо воспринимать, как вот иногда бывает в таких, как это сказать, ну, в журналистских материалах, что это путинский исход, что сейчас все уедут. Нет, это не так. Уедут немногие, потому что немногие готовы уехать. И, ну, как бы, потому что это считается сложным делом. И молодые, буквально вот недавно с Андреем Колесниковым из центра Карнеги, мы, собственно, скоро это будет опубликовано, смотрели представление молодежи о Западе. Да, хорошее, но также параллельно с этим молодые люди понимают, что уехать на Запад, это очень сильно надо потрудиться, пройти через очень большие испытания. И приживешься, не приживешься, тоже непонятно. То есть готовы к этому не все. Но к тем, кто уезжает, мы видим, что молодые относятся хорошо, они говорят, ну, кто уехал, тому повезло. От такой оценки до, ну, в общем, почему нет, пусть попробуют, пусть это их жизнь. В старшем поколении более подозрительное отношение. Может быть, в том числе и телевидение здесь помогает. Ну, я думаю, здесь и жизненный опыт, такое более негативное отношение, подозрительное к Америке, прежде всего, в меньшей степени, к Европе. Это есть, это мы видим в своих опросах. Денис Александрович, у нас остается буквально там пять минут вопросов много. К сожалению, время очень быстро идет. Если можно, чуть покороче ответы, если получится. А вот насколько социологические опросы могут предсказать мировые тенденции в отношении народов, экономической ситуации, популяции народов, к примеру. Есть ли такие данные, куда мы движемся? Ну, понимаете, они помогают понять то, что происходит. Лучше понять то, что происходит. Если мы поймем, что происходит, какие группы как себя ощущают и как себя ведут, тогда мы, ну, некоторая возможность у нас есть. Не столько предсказывать, сколько, ну, предугадывать, что ли. Но давать точные прогнозы вам, конечно, никто никогда не сможет. Потому что это дело неблагодарное. Действительность намного сложнее, чем любые схемы, которые специалисты используют. Но да, опросы нам помогают. Это один из инструментов лучше понять, лучше разобраться в действительности, чтобы уже потом, ну, тут в зависимости от того, о чем мы говорим. Да, сейчас я не буду давать никаких прогнозов. Но это нам помогает понимать там протестное настроение, голосование. Но мы видим, что и в России, и на Западе социологи тоже могут ошибаться, поскольку это приблизительный инструмент. Он дает нам представление о настроениях, о страхах людей, но не всегда дает возможность предсказать точное их поведение. Денис Александрович, насколько разнится уровень жизни между Москвой и провинцией, скажем, условно. А может быть, у вас есть цифры по Дальнему Востоку, по Приморью, если это возможно? Вот у меня, к сожалению, сейчас перед глазами нет. Я бы смотрел, на что нужно смотреть? На прожиточный минимум. В Москве он один, в регионах другой. Зарплаты средние, да, то есть по Москве они в два раза точно больше. Ну, просто у меня сейчас нет перед глазами этой статистики. Это не столько социология, сколько статистика, поэтому сейчас вот не буду врать, но это все можно легко посмотреть. Разница действительно есть. Она большая, и она ощущается и понимается теми, кто живет за пределами столицы и столицей крупнейших городов, и теми, кто живет в Москве. То есть те, кто живет в Москве, они в большинстве, и мы, я тоже живу в Москве, в большинстве своем люди понимают, что они живут лучше. Ну, вообще, Москва не Россия, да? Ну, Москва тоже Россия, конечно, но Россия более, более богатая, да, более, такая, рыночная, здесь больше возможностей, это крупнейшая экономика страны, здесь крупнейшие бюджетные траты на Москву. То есть, как вот многие мои знакомые любили, любят приводить вот этот пример, что то, сколько было потрачено на один парк зарядье, вот, там равнялось годовому бюджету какого-нибудь там города не очень большого. То есть, здесь нужно, конечно, я бы проверил эту шутку, но в каждой шутке есть доля истины. Действительно, в Москве уровень жизни намного выше. Здесь и уровень жизни больше возможностей, больше возможностей в том числе и независимого существования, независимого от государства. Если провинция намного больше зависит от государства, и значит от власти, от бюджетных выплат, Москва в этом смысле более такая независимая, фрондирующая часто, но и не только Москва, но и крупнейшие города, но Москва в особенности. Денис Александрович, буквально минута остается. Я хотел бы просто вернуться к своему прошлому вопросу и уточнить, все-таки, на ваш взгляд, мир движется в более консервативном направлении или либеральном, или это как бы все перемешано. Меня интересует молодежь. У нас минута остается, буквально, если вы можете так ответить за минуту. Вы знаете, молодежь в России, если мы говорим о России, она более демократически настроена, более либерально настроена, но и более рыночно настроена, но тут большой вопрос. Вот молодежь в российских условиях, где доминирует государство, государство и в экономике, и в политике, вот не сможет ли вот эти процессы, не смогут ли эти процессы, где государство доминирует, перемолоть эти представления молодежи. Это большой вопрос, поэтому однозначно сказать, что вот сейчас сменится поколение, мы будем жить в другой России, в более демократической, так, наверное, я бы побоялся говорить. Но чуть-чуть, конечно, меняется. Конечно, меняться будет, но не так быстро, как, может быть, хотелось кому-то или кто-то боится, что перемены будут. Перемены будут, но не быстрые и не такие прямые. Денис Александрович, огромное спасибо за ваше интервью. Берегите себя, всего самого наилучшего. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова